Разбитая плитка под ногами, развалившийся асфальт, из-под которого выглядывает песок. Памятник Сергею Есенину с грустью смотрит на разрушающийся постамент. Верхний городской сад в народе, называемый Наташкиным парком, любимое место отдыха родителей с детьми. В центре города с колясками погулять больше негде. Кирилл ходит сюда с 10-месячным сыном Григорием несколько раз в день. От неровных дорожек, рассказывает он, безусловно, есть польза. Помогает укачивать ребенка. Бывает не очень удобно ходить, коляска постоянно застревает. Хотелось бы, чтобы было поровнее. Показать гостю из другого региона памятник грибам с глазами – святая обязанность рязанца. Так решила Нина и повела подругу из Москвы Настю в парку филармонии. Иногда спотыкаться можно, но если внимательно смотреть на дорогу, думаю, ничего страшного. Парк, в принципе, красивый очень даже. Я тут впервые, мне вот экскурсию проводят. Ну, жалко, конечно, что очень много трещин, сколов, побитостей. Так, если отремонтируются, очень даже красиво. Разбитую плитку когда-то давно пытались залить цементом, но он уже начал разрушаться. Клумба у входа тоже разваливается. Единственное достоинство парка – чистота, если не считать припрятанных между деревьев мешков с мусором. Разбитые дорожки по сравнению с этой лестницей – ерунда. Если днем здесь еще можно спуститься, то вечером легко отступиться, и такая прогулка почти наверняка закончится поездкой в травмпункт. Не в лучшем состоянии и пешеходные улицы в центре города. В районе площади театральной местами из-под асфальта проглядывает земля. Разбитый участок приходится обходить. Мне нравится, конечно, хотелось, чтобы сделали нам тротуары. Мы обратились в администрацию города с предложением прокомментировать ситуацию и будем следить за развитием событий. Дина Ислиева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».